Всем привет дорогие друзья и гости канала. Сегодня мы с вами вновь в игре Евротрак Симулятор 2 на карте Русмап версии 1.7.1 и Южный Регион версии 6.0. Сегодня мы с вами везем сухое молоко 19 тонн из Волоколамска в Барисоглебск. Так, нахожусь я правда уже чуть-чуть за городом Волоколамска, просто приехал на ферму, на такую агрокомпанию, где забрал как раз это сухое молоко. Ну что же, давайте заберемся в кабину нашего грузовика. Ну вот я в кабине нашего грузовика. Воздух уже накачали, загрузили, все, можем в принципе выдвигаться с вами потихонечку в путь. Так, давайте посмотрим сколько километров нас ожидает. 765 километров. Ну я думаю, что мы их аккуратненько так растянем с вами на две интересные серии, ребят. Все, выдвигаемся потихонечку в путь. Так, включаем вторую передачу. Все, она та же сама поехала потихонечку, покатилась. Все, двигаемся. Тут правда такой выезд сделали совершенно неудобный. Причем мне-то сейчас, по идее, надо ехать налево, но здесь я налево проехать не смогу, потому что здесь нет, видите, длительная как бы полоса. И то есть я не могу повернуть сразу налево такой бордюрчик. Так, и вот тут видите, вот эти плиты стоят бордюрные, тоже не очень удобно выезжать. И вообще как бы через сплошную нарушаем. Ну в общем, у меня есть план. Мы сейчас едем налево, точнее не налево, а направо едем, да? Вот. Там потом уйдем сейчас налево на перекрестке, и там потом будет кольцо, на кольце развернемся и поедем в нужную нам сторону. Но нам надо сначала бы выскочить, конечно. Потому что такое движение солидно идет. Так, давайте поставлю пока на ручник, потому что, ну реально. А так, чтобы не выезжать, я не поверну. Потому что очень большие там эти плиты, но маленький будет угол поворота, так скажем. Так, ну и что же у вас так много-то, а, ребята? Прям идут и идут. Может быть, чуть-чуть все-таки оборзить? Может меня кто-нибудь пропустит? Допустим, вот этот коллега Ман. Пропустишь, нет? Так, это списание кредита. Это меня не оштрафовали. Ребята, у вас так много вообще? Сейчас простоим всю серию. Ладно, подождешь, да? Наивека подождешь. Фу. Пролез просто в притирочку. Ребят, ну давайте я уже поеду, а? Потому что я реально буду долго стоять очень. Давай, 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 давай. Ну, смотрите, там плита, я бы там не пошел. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Все, пролезли. Ну, скажем спасибо всем, кто нас подождал. Кто нас подождал. Все, двигаемся. Так, сейчас она у нас дорога сужается. Мы уходим налево на перекрестке. Я правда не знаю, что там. Сейчас посмотрим, что там за указатель будет. Так. Мы сейчас едем в сторону Питера. По той дороге, по которой ехали. Балакаламск. Даже не в сторону Питера, а в сторону Асташка. Потому что Питер там немножко по другой дороге, по 105. Так. Сейчас там чуть дальше. Пока же, пока что же наслаждаемся лесной дорогой. Кстати, знак стоял, дикие животные. Значит, тут могут реально перебегать. Так. Это что у нас, зубков, по-моему, да? Куда мы приехали-то? Да, это А, зубков. Цоп. Понятно. Будем в курсе. Что это у нас зубцов. Ну, мы здесь проезжали в прошлые серии. Сейчас мы только перетонемся чуть-чуть. Вот. Вот здесь я хотел повернуть. На перекрестке-то мы не развернемся. А вот, допустим, сейчас повернем, а на кольце мы там развернемся нормально. Ну, вот. Вот в этом и заключался мой план, чтобы особо не нарушать ПДД. Давай, тяни, 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 тяни. Не вытянули. Первое. Зарлохло, что ли? Реально, заглохло. Эх, мы что, не заберемся, да? Или все-таки попробуем? Вот это приключение. А, я не могу забраться, ребят. Реально не могу забраться, но не хватает тяги. Она откатывается. Так, а что у нас там сзади? А у нас там уже трафик, да? Или это не на нашей полосе? Ага, на нашей полосе. Тогда откатываемся аккуратно, чтобы его не задеть. Не, мы его сейчас все равно заденем, да? Так, пробуем. Может, все-таки пойдет? Стоит. Не, не идет. Так, атака пойдет? Давай, 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 давай. Все. Пошли. Вот это Бугор. Все, заехали. Фу. Немножко мой план. Чуть не вышел мне бок. Чуть Мерседес не задели. Да, моторчик, конечно, слабоват. Потерял я в скорости. Но, по-моему, мы не врезались, да? Давайте посмотрим. Да, все, видите, вот тут по нулям шасси и кузов. То есть, мы очень удачно провернули наш маневр. Тяжело. 19 тонн-то. А я не представляю, если взять какой-нибудь 22. Ну, хотя мы его, наверное, возили, нет? Или сколько мы его везли-то в прошлой серии. Так, Бугл не тянет. Так. Не зря я, да? Пастерл 10-й передачу. Боже идем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, а теперь можно потихонечку наваливать. Только надо бы еще разогнать машину, да? Что-то она у нас особо не хочет ехать. Может, они гады меня обманывают? В накладной-то указали сколько там? 19 тонн. А там все 25. Хотя не, в принципе, вот разгоняется до крейсерских скоростей. Все, ставим круиз-контроль и продолжаем наш путь. Запалочки впереди. Так, ну, мы сейчас получается едем до Волоколамска опять. Будем проезжать это сейчас. Ну, развязка будет Волоколамская и следующая развязка, на которой мы уходили. мы идем дальше в сторону Москвы. Красивый вот сейчас такой серый белый что-ли пошел этот премиум. по-не премиум Магнум тоже нравится Магнум так, что куда идем на Москву в общем это что у нас Е-22 там что написано М9 по-моему было, да? Да, М9 вот вот он Волоколамск Клин на той развязке мы уходили вниз когда ехали на разгрузочку так пост со стояночкой выжег оп схватили превышение скорости тут, наверное, 60 было ограничение, да? ну, ничего страшного правда денег у нас не так много еще там эти в кредиты залез чтобы купить новую машину так что лучше, конечно не попадаться на превышение скорости я что-то просто не обратил внимания на знак еще так солнце светит нифига не видно здесь, по-моему, сейчас 110 был знак то есть как автомагистра считается эта дорога догоняем коллегу кстати, смотрите та полоса, мне кажется встречная более загруженная чем наша да? ну, тут, в принципе вот только 3 машины у нас едут там в зеркале смотрю, еще там может 2 еще кто-то у нас на брон пошел а на той полосе смотрите на питер сколько машин идет так что у нас уже вечереет да? наверное включу тогда фары сразу пусть будут вообще обычно включаю чуть попозже где-то ну 18 часов сейчас 17-20 у нас коллега впереди наверное тоже 90 идет потому что я вроде думал сейчас мы его догоним а нифига идет с такой же скоростью так здесь что куда идем прямо здесь идем прямо опять же наверное на Москву да? Зеленоград сам что на Горск мы идем на Москву так если мы приезжаем Зеленоград то я так понимаю что мы уже очень близко к Москве сейчас уже наверное скоро будет мк давайте посмотрим может быть карту да? да мы идем по мкаду надо было конечно пройти по 107 наверное и уйти по потом по 108 ну ладно мы пойдем по мкаду прокатимся будем считать что у нас есть с вами разрешение официально на движение по мкаду сегодня вечером так так коллега перестроился что давайте тоже перестроимся наверное о дождик давно не было даже и не ждали такие немаленькие щетки на нашем прянике Москва мы кстати на этой заправке как-то останавливались да? насколько я помню вот рядом с этой вывеской не вывеской этой стеллой ну видно самоники там типа Москва-сити что-то такое высотное здание но Москва-сити правда немножко не так выглядит там все намного красивое так ну там наверное лужники да? типа видно как бы сделано так какую передач поставить давайте поставим восьмую так дождик то все расходится и расходится ну как бы вообще импровизировано это наверное да сделано как будто это Москва-сити или что-то такое просто ну в Москве не особо ориентируясь ну как и в принципе большинство людей сейчас нас сейчас ориентирует конечно же навигатор не ну я с вами дорогу показать я как бы у меня память хорошая я всегда запоминаю дорогу обратно и дорогу туда так скажем так все идем дальше так 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 Можайское шоссе так что здесь написано у нас водители соблюдайте скоростной режим мы и так не спешим тулу 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 по этому шоссе надо было нет это шоссе наверное на Москву пошло значит следующий съезд на Тулупа М2 сейчас посмотрим так все дождик скончился двенадцатую поставим так что у нас домодедово кашира это уже домодедовское что у нас тут у нас по-моему уже М4 да будет так что тут у нас каширское шоссе прямо а это да это вот сейчас уходит М2 на Тулу да он М2 был написан а следующая каширское шоссе это как раз М4 будет съезд на М4 Даршанское так вот это наш как раз съезд сейчас М4 родная М4 ездили мы здесь как говорится плавали знаем конечно здесь все это утрировано в реальной жизни тут по-другому все это сделано все эти съезды но все равно так интересно как бы тут никто стремился к реалу так прикольно атмосфера россии есть закопайте тещу блин ну такие здесь реклама реально сделаны классные поражает вот мне интересно когда иностранцы играют на этой карте ну там европейцы немцы они вот эти все надписи переводят играют иностранцы им вообще пофигу потому что я же думаю что не только в России любят эту карту мне кажется и допустим немцы французы любят покататься поляки кстати про поляков у меня был случай я может уже рассказывал может не рассказывал поляк у меня это ну я получается шел по трассе по этой же по М4 ну и ехал поляк вот так вот как я сейчас по крайней правой да вот ну и ему надо было обогнать этому поляку что то там впереди тоже какая то машина шла фура ну а я что то ну короче смотрю он прям вот уже хочет поворот не включает ну я короче не стал борзеть ну и сбросил скорость пропустил его в принципе я особо не спешил вот он когда меня обогнал так прям поблагодарил поворотниками то есть туда-сюда туда-сюда не аварийка именно поворотниками так это было прикольно так мы пошли по М4 да вниз ну да получается практически туда в сторону Воронежа мы идем как раз посмотрим новые дороги так что это река Ака продолжаем наш путь так тут освещается этот мост да ну вообще все мосты вот так я посмотрел если ехать ну много где освещаются именно мосты уже 19.30 надо где-то будет остановиться на ночевочку что ли я думаю давайте кстати посмотрим время позволяет осталось так а в пути да да у нас время в принципе позволяет где-нибудь встать на ночлег так куда мы уходим мы уходим тамбов Волгоград Астрахань понятно есть такая развязочка проезжали все ушли мы с М4 побывать правда в этих городах всех в реальности посмотреть просто название прям такие тамбов Астрахань прям серьезные хочется посмотреть достопримечательности что-то проезжаем какой-то населенный пункт краешком ну что я предлагаю пока ехать дальше до темноты прям такой да и где-нибудь встать потом может было принцветной заправки но пока едем пока светло погода хорошая на улице тепло 20 градусов дорога пустая красота что-то правда смотрите как мало трафика наверное не очень популярная там опять ремонт участка дороги да знак этот желтый да значит тут сейчас где-то будут ямы до колдобины тихо 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 нормально прошли так ну и продолжаем наш путь правда какие-то бугры начались сейчас наша машина сядет опять в эти бугры река все так сравнить с такой конечно такая узенькая в этом месте еще стояночка с кафешечкой кстати прикольно мы пока продолжаем наш путь такая облачность красивая и он там что-то туманит да лес в тумане впереди если смотреть там наверное сейчас что-нибудь вольет опять а вот сзади если в зеркало посмотреть там прям такой просвет хороший красивый может туда просто еще солнце уходит может сейчас получается как-то в сторону востока едем развязочка что за развязочка недалеко стоит на туго что-то там ну да на туго это наверное Рязанское шоссе да я скорее все думаю что да здесь еще Рязань да это Рязанское шоссе все понятно к Сереге можно съездить Корнеев в гости тамбок 240 какой храм интересный но прежде пока едем дорога хорошая а что они все сбросили что ограничение какое-то или просто сбросили газпром газпром установим 4 новую газпром поставили в нашем залозском районе так заря туда причем так быстро загородили всего там может быть за пару месяцев дорога опять сузилась так это что Проня река Проня столько реально речек проезжает так что за время 21 15 ну сейчас тогда на следующей стоянышке встанем правда у нас что-то так светло да вообще но я думаю сейчас встанем где-нибудь прям такие не знаю почему так звучало прикольно обычно прям темно темно может быть просто даже не знаю почему реально не знаю почему может быть хотя мы тут наверное не ближе как лад а может уже и ближе так 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 тормозим тихо так куда мы приехали мы приехали в изи измайлов что-то такое не очень прочитал не успел так и вижу впереди заправочку и так понимаю парковку мотоциклисты 50 ремонт дороги внимание ведутся работы по ремонту моста так поезжаем аккуратно какая техника там какие комбайны ой не комбайны ну там комбайн такой снимающий грунт экскаватор так что тут у нас есть заправка и стоянка стоянка не на нашей полосе так а заправка газпромовская да прикольно кстати сделано ну так там я так понимаю нельзя встать да здесь мы через сплошную тоже вставать не будем так что едем дальше точнее пересекать сплошную я не буду чтобы заехать на эту на стошку ну не стошку а стоянку так еще где-нибудь попадется стояночка так что у нас какая передача была десятая значит ставим одиннадцатую так так впереди там навигаторе указатель да дороги номер дороги уже уже так неплохо стемнело да то все было светло светло а сейчас прям так реально в ночь ушло уже но в принципе ехать все равно светло ехать можно без дальнего а то обычно бывает такая ночь что охренеешь тут еще какой-то ремонт дорожки на подъем ведутся ли работы по ремонту понятно так а здесь что здесь походу фирмочка ну то есть точка загрузки и разгрузки поехали давай автобус трафика так мало стало ночи так он тут перестраивается а мы по прямой дальше разуем там вов и вон я вижу что-то впереди уже есть или заправочка или стояночка вот тут мы сейчас и встали ребят то уже реально такая ночь хотя ночь в принципе светлая ну и здесь тогда встанем возле кафешечки на этом ребят в общем все увидимся с вами в следующей серии смотрите другие видео на моем канале всем удачи всем пока ну и до новых встреч встреч Субтитры сделал DimaTorzok